с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 22 ноября и сразу родившихся в 1801 году в этот мир приходит владимир даль русский писатель этнограф и лексикограф собиратель фольклора военный врач наибольшую славу принес ему знаменитый и непревзойденный до сих пор по объему толковый словарь живого великорусского языка на составление которого между прочим ушло целых 53 года в 1890 году рождается шарль де голь французский военный государственный деятель генерал во время второй мировой войны становится символом французского сопротивления основатель и первый президент пятой республики в 1893 году родился лазарь каганович революционер советский государственный партийный деятель близкий сподвижник сталина кстати сумел прожить целых 97 лет и кстати когда-то его имя носил даже московский метрополитен в 1928 году рождается николай николаевич добронравов поэт песенник главное ребята сердцем не стареть трус не играет в хоккей надежда мой компас земной как молоды мы были знаменитый советский поэт песенник в 1952 году рождается ирина отива советская российская певица заслуженный артист красила ряд международных конкурсов а в 1957 виктор салтыков советский российский певец известен как сольный исполнитель и солист групп мануфактура форум и электроклуб также в 1968 году родился виктор пилеен российский писатель автор культовых романов 90-х годов ну например чапаев и пустота или generation пи лауреат многочисленных литературных премий среди которых малый букер национальный бестселлер большая книга премия андрея белого в 1984 году рождается скарлетт йоханссон американская киноактриса и певица ну а теперь о некоторых событиях этого дня 498 год по прошествии трех суток после смерти папы римского анастасия второго в один и тот же день в риме избираются два новых понтифика в латеранском дворце противник византии архидиакон симах а в базилике санта-мария-маджори паравизантийский архидиакон лаврентий король астготов теодорих великий христианин арианской веры колеблется между двумя кандидатами стараясь не поссориться с византией в то же время поддержать того папу который будет в большей степени устраивать прихожан начале он избирает симаха но в 501 предпочитает лаврентия поселив его в латеранском дворце правда уже год спустя он решил что тот слишком дружит с византийцами и окончательно признал первосвященником его соперника лаврентий был вписан в историю западной церкви как один из первых анти пап 1604 год 26-летний король испании филипп 3 в чье правление дворовый этикет был доведен до немыслимого совершенства обгорел заснув у камина потому что не могли отыскать того единственного гранда который имел право подвигать кресло короля 1917 год в канаде образована национальная хоккейная лига за семь лет до этого образовалась национальная хоккейная ассоциация nha в 1911 канадцы вводят игру в три периода по 20 минут в семнадцатом году нха распадается поэтому 22 ноября того же года можно считать даты рождения национальной хоккейной лиги основали нхл франко канадцы и первой команды были соответствующими монреальские канадцы монреальские бродяги оттавские сенаторы к вебекские бульдоги торонто аренос президентом избран фрэнк колдер первое состязание нхл из 22 игр состоялась в декабре семнадцатого года и по новым правилам в командах теперь было по шесть игроков 1928 год в парижской гранд опера на балетном вечере русской танцовщицы и до львовной рубинштейн впервые исполнена знаменитая болеро равеля это произведение написанное французским композитором по просьбе и до рубинштейн качестве музыкального сопровождения для одного из показанных ею на этом вечере балетных номеров сразу получила самое широкое признание 1960 год введена в строй после реконструкции первая очередь московской кольцевой автомобильной дороги это автомобильная трасса которая проходила изначально полностью по административной границе города спроектирована и подготовлена к строительству в конце тридцатых начале сороковых годов но помешала война принимается решение построить дорогу всего за один месяц по упрощенному проекту дорога использовалась как ракадная для переброски войск и военной техники до середины пятидесятых годов покрытие дороги было грунтовым реконструкция начинается в конце пятьдесят шестого года около ярославского шоссе первый участок длиной в сорок восемь километров от ярославки до симферопольского шоссе после реконструкции был открыт для движения именно в этот день в 1960 году в 1963 во время поездки по далласу убит 35 президент сша джон кеннеди в этот день он и его жена жаклин торжественно въезжают в центр далласа на открытом лимузине в 12.30 снайпер открывает огонь президента попали две пули одна в шею другая в голову он умер не доехав до парклендского мемориального госпиталя в годы его президентства был создан корпус мира принята программа полетов на луну заключен договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах с великобритании и ссср у кеннеди как говорят были серьезные враги мафия высшей чины циру и даже шеф фбр эдгар гувер так и осталось тайны чьих это рук дело но все американские историки и политологи единодушны в одном это был государственный переворот официальная же версия преступления якобы совершенного ли харви освальдом убитым спустя два дня настоящее время признана весьма сомнительной 2005 год 10.30 утра германский бундестаг 397 голосов за против 202 таким образом утверждается глава победивший на парламентских выборах коалиции партий хдс хсс и с дпг ангела меркель она 8 по счету касслер фрг окончила физический факультет лейпцигского университета защитила докторскую диссертацию по квантовой химии работала в академическом институте физической химии параллельно в 80-х годах выдвинулась как активистка союза свободной немецкой молодежи одна из самых долгоиграющих канцлеров в мире но еще одно событие подробнее 1960 год запорожский завод коммунар бывший комбайновый выпускает первую промышленную партию автомобилей запорожец зас 965 образцом для него послужил итальянский фиат 600 а двигатель запорожец получил от volkswagen жук ласково названы конструкторами фиат volkswagen of each перекроены и доведенный до ума конструкторами московского завода малолитражных автомобилей это будущее злк горбатый как его называли в народе получился в целом прочным экономичным стоил он тогда то ли полторы то ли 1800 рублей такая цена позволяла даже человеку со средним достатком обзавестись собственным авто это хороший подарок трудящимся заявил со страниц газеты правда крестный отец запорожца никита хрущев с выходом автомобиля в свет становятся очевидными его главные недостатки маленький объем багажника высокий уровень шума перегрев двигателя летом и невозможность завести машину холодной зимой но и самое главное двери задними петлями открываются при движении за 35 лет выпуска было произведено около трех с половиной миллионов запорожцев 19 сентября 2008 года запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля за с 1103 славу то последнего потомка за с 965 прекратить производство автомобиля украину вынудили экологические требования евросоюза в которой страна очень стремилась тогда попасть однако старенькие запорожцы до сих пор можно встретить на дорогах и жить в народной памяти они будут еще очень долго запорожец полчаса позора и ты на работе с вами был николай пивненко в проекте дата